Ну и вот, значит, идут в фильме наши герои, точнее, не идут, а на конях скачут, значит, такие, Эско и Марк. И Марк включает обидку, говорит, ах, ты ж, говорит, гад, говорит ты, скотина, говорит, ты такая, ты паразит вообще. Эско такой, а ты чё, типа, на меня наезжаешь, короче? Ну как чё, твои родственники, блин, замочили моего батю. Говорит, а хрен ли твой батя сам припёрся? Ну, конечно, слово за слово. И между ними началась драка. Ой, короче, месят друг друга, месят. В итоге начал Эско побеждать, ну, потому что Марк раненый, типа того, ну, в смысле, он инвалид, его проще завалить. И он, конечно, с коней упали, катаются, валяются. И тут, вокруг них, как грибы после дождя, вообще, откуда-то непонятно, стелс-пехота такая возникает, короче, каких-то этих обмазанных говном. Я даже не знаю, чё это вот реально, вот как был Яролаш вот этот дурацкий такой, где там про Фредди Крюгера был эпизод, ещё бэткомедийного там прокатил. Там во Фредди Крюгере, короче, у него, как бы, лицо было не обожжённое, а обмазанное, короче, каким-то калом, таким зелёным, короче. Вот прям они, вот один в один, такие, короче, вылазят эти. Причём, по виду, вот, короче, вот эти вот чуваки, которые появились, это вот копия, вот как будто сейчас соколиный глаз прибежит, я не знаю, с этим, с ружьём. И с ним чингачку, короче, прибежит. Просто реально индейцы, просто обычные индейцы. Вот. Причём они выглядят как индейцы, а ведут себя как дегенераты просто, как какие-то, я не знаю, первобытные люди просто вот. То есть у них вообще нет никакой логики, они совершенно какие-то дурные какие-то, безумные. Непонятно, для чего такое говно вообще существует, вот если посмотреть. Просто на полные какие-то отморозки просто какие-то. И вот они вообще стоят и смотрят, а эти два дурака, короче, друг друга избивают, короче, там, по кустам валяются. И тут они так хобо смотрят, что-то, говорит, кто-то тут есть, говорит, ещё. Эти два дебилы, наконец, опомнились. Вокруг них толпа стоит этих голожопых, короче, обмазанных говном каких-то, каких-то попуасов каких-то странных, непонятных. Ай, господи, ну возвращаемся к книге, просто возвращаемся к книге, как к какому-то глотку, блин, я не знаю, здравого смысла. Потому что в книге вот этого говна не было вообще никакого. Во-первых, родители, ну там, родственники Эски никакого участия не принимали в разгроме вот этого девятого легенда. Вообще даже не касались его. Они вообще жили в другом месте. А это самое, как говорится, тем более, что никаких конфликтов между Марком и Эской за время их путешествия вообще не было ни одного. Они не просто там не ссорились, не ругались. Они даже просто друг другу ни разу не сказали какого-то грубого слова. То есть вот эти двое там, они друг с другом шутили, они друг друга подбадривали, они друг друга поддерживают. Там реально вот одно показано, нормальное два, короче, такие братана, два друга вот реально путешествуют. Настоящих друга, которые выше вот этого, вот этих всяких дрязг, выше всяких склок, если даже у них возникают какие-то споры, они их решают мирно. И когда они отправлялись в этот поход, Марк Эски сразу сказал, говорит, слушай, говорит, все, говорит, вот я захожу, ну как через Адрианов вал, они когда перешли. Марк говорит, все, вот с этого момента, говорит, это самое, мы, ну короче, действуем так, вот что ты мне не скажешь, я буду все выполнять безоговорочно. Потому что, говорит, ты здесь живешь, это твоя, ну как бы, знакомая тебе с детства земля, знакомые тебе с детства люди, их порядки, правила, все тебе знакомы с детства. Я этого ничего не знаю, я здесь чужак. Поэтому, вот как ты будешь что говорить, как действовать надо, я буду вот так за тобой повторять. Вот, то есть потому что ты тут, уже ты тут специалист, а не я. Я буду тебя теперь слушать, что ты не скажешь. Вот, ну и скажет, все окей, договорились. И все, ну видимо в фильме эту тему поняли по-своему и дальше ее развернут вообще совершенно какой-то дичь. Вот, еще такой момент пропустили, совершенно непонятно. У Марка был талисманчик такой, который он захватил из своего родительского дома, где вот он вырос. Он выстрогал птичку такую деревянную. И он ее везде с собой таскал, это была его прям самая дорогая вещь, память о его родителях, память о его доме. И когда они вышли в поход, Марк решил это самое, попросить у богов, короче, помощи. Ну, так как, понимаете, какая эпоха. Все там на богах, конечно, было задействовано. И вот он опять молится Митре, короче говоря. Ну, даже он не что-то молился, он просто ему жертву принес. И жертву у него ничего с собой не было, он принес вот эту птичку. То есть он собрал костерок, короче говоря, и эту птичку сжег. Ему было ее очень жалко, потому что фактически, ну, это его любимая вещь, короче, была. Которая очень дороже всяких сокровищ. Но он ее сжег, во-первых, чтобы богам дать понять, что он отдает самое ценное, что у него есть. А во-вторых, это как бы такой тоже символизм, что он сжигает свою прошлую жизнь, полностью оставляет ее позади. И впереди у него начинается новая жизнь. То есть детство у него закончилось, начинается взрослая жизнь. С этого момента он реально уже полноценный, уже мужик прям, все. И все. То есть он не сожалеет об этом поступке. В фильме этого не показали. Вот они начали, подрались, папуасы их окружили. И один папуас подходит и говорит, а хрен, что вы тут делаете? Говорит, вы кто такие? И Эска говорит, а я Эска, вот этот вот Маккунвалл. То есть называет свое имя, как по книге, короче. Сын вождя, вот, которого там, типа, убитого, короче. А эти типа его знают откуда-то. Говорит, а, да, 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 мы знаем, да, знаем таких, знаем, да. Вот. В книге, наоборот, все было. Там Марк представился как целитель. Эску они вообще не знали, он как просто его помощник. Говорит, ну вот эти тоже встретил, они встретили всадников, короче, которые с охоты возвращались. И, ну, поздоровались там, короче говоря. И всадники говорят, а вы кто такие? Марк говорит, то я этот там, какой-то Диметрий, короче, из Александрии. Я целитель. Врать, вы что, не слышали обо мне, что ли? Я лечу глаза. И тут охотники такие начали. А, да, что-то такое, короче, до нас доходило. Да, что ей появился какой-то целитель, короче, такой хороший. О, слушай, короче говоря, а ты к нам, случайно, там не заскочишь? Это самое, у нас там есть больные с глазами. Вот. Марк, да с удовольствием, поехали. И вот они, короче, его привезли, короче говоря, к себе. Вот так это было. Никаких там вот этих дурацких драк не было. В фильме все еще хуже дальше начинается. Там просто пипец такие начинается. Самодеятельность такая. В общем, этот Эско слазит с этого несчастного Марка и говорит, ну, говорит, тебя-то я знаю, папуас-то говорит. А это что за хрен такой, кого-то там метелишь. А это, говорит, мой раб. А Марк, типа, не понимает, о чем мне говорят. Вот, хотя Марк по книге прекрасно, пока жил в Британии, он разучил гальские наречия, короче, все. Он прекрасно, не фугольские эти самые, британские, короче, кельтские, кельтские наречия, вот эти все изучил. Они там все худо-бедно примерно одинаково разговаривали, поэтому он с варварами общался просто вот очень легко, Марк. Он их прекрасно понимал, вот. Общался на кельтском наречии. А тут, короче, Марк ничего не понимает, Эско разговаривает, значит, с этими. Говорит, это, говорит, мой раб. А, говорит, раб, а хрен ли, говорит, он у тебя такой невоспитанный, короче говоря. Ну, ничего, говорит. Ты, вот, короче, вот, на эску показать, вот ты, говорит, мой гость. Я у тебя прям, вот, прям зауважал, зауважал. А вот твоего раба ты воспитывай лучше, он у тебя непослушный. А мы тебе, говорит, поможем в этом. Отволакивает Марка в сторону, начинай этого, короче, там мудохать. Чего, ребятушки, ну что это за извращение, господи. Раб, вот, ну это, это рабовладельческий строй. При рабовладельческом строе раб, это была вполне себе, как сказать там, такая определенная, определенный тип экономического, экономических отношений между людьми. То есть раб, это было имущество в первую очередь. Неважно, кто относился к нему как человеку, кто не относился к нему как человеку. Это было имущество. Трогать чужое имущество было западло вообще. Ну, это было просто, ну не по понятиям. Если ты, например, ну, как представьте, что вот это самое, как бы вот, вот вы машину припарковали, да, а кто-то подошел, короче, и пнул ее, это самое, ударил ее там, где по лобовому стеклу, говорит, ты что, типа, а что она, короче, тут эту самую дорогу загородила, твоя машина, да. Даже в наши дни вот с имуществом, с чужим так поступать нельзя. В те времена аналогичный, аналогичный образ был. Чужих рабов трогать нельзя было ни в коем случае. То есть, проявление неуважения к рабу означало автоматическое проявление неуважения к его хозяину. Потому что, если с вещами хозяйскими так обращаются, значит, к хозяину никакого уважения нет. А тут, короче, взаимоисключающий параграф. Ты, короче, наш гость, но твоего, короче, раба мы сейчас отмудохаем. То есть, это как получается, хорошенький гость, такое уважение к гостю, просто 5 баллов, короче. И Марка куда-то там оттащили, там дали ему там люлей и бросили к другим рабам. Вообще, что за бред? А Эску повели, короче говоря, в этот самый, ну там, к этим самым, как его, к вождям там. Его там показывают чувака, видимо, так, потому что этот радует. То есть, в книге это старейшина, ну, уже дедушка, отец, или дед, отец, отец вождя, который пригласил Марка с Эской в племя. А тут он вождь, как бы. И такой какой-то безбашенный, какой-то, какой-то прям, я не знаю, ну, реально какой-то неадекватный дебил. И вот, короче говоря, они там, Марк там тусуется отдельно, Эская отдельно. Как так? Че? Почему так это самое? И вот Марк сидит, а там, короче, бабцы ходят, короче, эти варварские, ну там, какие-то девки, такие грязные какие-то все в каких-то обмотках, там, ёпарасоты. Я, короче, не знаю, конечно, но я еще раз повторяю, что варвары, их хоть римляне называли варварами, но у них существовали понятия о красоте, о чистоте. То есть они в говне изваляканные, короче говоря, те, кто были. Это были какие-то либо юродивые, либо это какие-то были вот реально шаманы, которые вот впадали в транс, начинали валяться там по земле, кататься все в говне и в грязи, там извозякивались. Вот в таком состоянии это могло быть, чтобы вот такой вот, что человек мог так изговнякаться. А когда обычный человек просто жил обычной жизнью, он не был говном измазан, он не был одет во всякую дрянь, он любил хорошо одеваться. И чем человек был состоятельней, тем он старался на себя больше красивых вещей нацепить, красивые штаны, они все были в штанах, тут пока они все в набедренных повязках бегают, короче говоря, как реально папуасы. Все варвары отличались от римлян тем, что они в штанах ходили, потому что там, извините, там по ночам просто холодно в этой Британии, можно отморозить себе, короче, что угодно. Это во-первых. А во-вторых, так как они на конях скакали интенсивно, то и сёдел у них не было, чтобы тупо не натирать себе задницу, короче, и ноги, вот, они одевали штаны и это самое, чтобы вот как конкретно уберечь ноги, не стирать их. Поэтому не ходили в штанах, они от римлян этим отличались, что римляне ходили без штанов, вот. Они ходили в туниках, вот, римляне, ну в таких платьях, грубо говоря. А эти варвары ходили в штанах, это было как раз отличие. Они могли, варвары могли ходить голыми по пояс, такое было, да, то есть, это самое. Но штаны на них были все время. Голышом они могли, я говорю, что у них была такая, у некоторых такая фишка, у некоторых племен, полностью, в чем мать родила, короче, ходить в атаку, просто с оружием и в татуировках, короче. Это было тоже не случайно, это было, во-первых, они так делали не в повседневной жизни, в повседневной жизни они с голыми жопами ни в коем случае никогда не ходили, они ходили нормально одетыми. В бой они могли идти голыми, да, некоторые. Это опять-таки было не просто так, а это опять-таки был символизм. То есть, как бы они превращались в свои тотемы. У них были тотемные животные, в них, кстати, тоже написано, там у каждого племени есть тотем. У одного там волка, у одного там тюлень, у одного еще кто-то. То есть, ну, короче, там какие-то животные, птицы были у них тотемами, которыми они поклонялись. И, короче, когда вот они раздевались, ну, как в животные же они ходят без одежды, правильно? То есть, они человеческое себя сбрасывали, варвары, то есть, одежду. И это самое, вот в одних своих этих татуировках боевых, короче, вот Голышом, короче, шли в атаку. Это как была и психологическая атака, с одной стороны, с другой, они как бы превращались, и сами себя раскручивали, что они, все, они перестают быть людьми, они становятся зверями дикими, своим тотемом. Их тотем их прикрывает, их священный зверь, который вот они, который у них является священным, он на их стороне. И они сами превращаются вот в этих вот волков, там, не знаю, там, барсов, носорогов и так далее, короче говоря. Вот только этим это обусловлено. Так обычно нормальные люди ходят, если бы вы пришли в варварское племя в какой-то вот наши дни, там, да, оказались, вы увидели бы просто таких достаточно, ну, примитивных в хозяйственном плане, да, людей, но тем не менее вполне себе сельчан, вполне себе людей в одежде, с оружием, с понятным, в понятной одежде, с понятным оружием, там, чистых, не грязных, это самое, даже, как это, какие-то у них, там, у богатых, там, даже были какие-то, они бороды даже себе брили, там, оставляли, например, только усы, и такие бородки себе делали, подрезали волосы, косички заплетали, то есть у них все это было, это самое, вполне себе развито. Это не были дикари, как вот пока, а тут просто вот реально, реально показано, как будто мы попали в какую-то новую Гвинею. Даже там, мне кажется, папуасы более цивилизованно себя ведут, как вот в этом фильме, эти обмазанные дерьмом, вот эти вот дебилы. И вот, значит, они тут сидят, и тут какой-то начинается праздник, не знаю, то ли в честь того, что Эска к ним пришел, то ли чок, вообще они все начинают дико бухать, бухать какой-то буряк, короче, там, все вообще в какой-то полный неадекват впадают, начинают там дрыгаться, прыгаться, что-то какие-то, как вот реально, знаете, показывают, вот, как его, ну, какой-то африканские племена, когда дикие, там, негры, короче, прыгают вокруг костра, такие, короче, в банановых листьях, там, то ли, скачут, копьями, трясут, там, короче, копьями. Вот это прям то же самое, там, короче, скачут, что-то дикота какая-то происходит, и поперек вот этой дикоты выносят римского орла, короче говоря, с крыльями, короче, со всеми этими, такой, на этом, ой, господи, и все это орла, это вот там тоже мурыжить посреди этого, и вокруг этого орла прыгают, все дичь полная происходит, короче говоря, а Марк в этот момент, значит, сидит, и бабцы-то ходят вокруг него, такие, так глазки ему строят эти, папуаски-то эти, причем папуасы ходят обмазанной говном, а бабы ходят там, более-менее, так, знаете, еще так ничего выглядящее, то есть, ну, конечно, тоже такие бомжихи какие-то, все такие дранье, вот, но это самое, более привлекательно выглядит, в том плане, что они более, как-то, цивильно выглядят, хотя даже, если сравнить с настоящими варварскими женщинами, блин, настоящие варварские женщины, они, вот, реально выглядели довольно, ну, по, вот, по меркам этого фильма, они выглядят просто очень классно, потому что бабы, они во все времена, как бы, начиная с первобытного общинного строя, они стремились как-то себя украсить, то есть, они на себя навешивали какие-то висюльки, побрикульки, они коска там себе заплетали, какие-то делали причудливые прически себе, они не хотят как лохудры, вот так вот, просто как будто, не знаю, вылезли из какой-то подворотни там, бухали там где, да, то есть, не было так и грязные все, тем более, там, просто, никто бы на такую бабу досмотреть, вонючую, грязную, не стал бы просто, да, ни в те времена, ни в наши времена на такую бабу никто не позарится, только же совсем какой-то просто, такой же животное какое-то, если, вот, нормального мужика точно не найти, поэтому женщины об этом всегда знали, они всегда себя держали в нормальной форме, И те, которые более бедно жили, они старались как могли хоть как-то красоту навести, а уж богатые, а там показывают сестра сына-вождя, то есть фактически дочь-вождя, сестра сына-вождя, просто я запутался в это, такое интересное выражение, сестра сына-вождя, дочь-вождя, можно проще сказать, этим дурацким фильмом совсем уже заговоришься. Оказалось, иди, вот она от этих бомжих не отличается вообще никак от остальных, то есть там бомжихи ходят, и сидит еще одна бомжиха такая же, точно, и они такие хихихи, и такой Марк такой, то есть лыбу давит на них, такие косячки такие кидает, такой короче, сидит такой кочевый. Тут подходит этот, ну я так понимаю, вождь, хотя там какой-то молодой пацан, вообще непонятно кто такой, подходит и так Марку, короче, просто, просто так это, вторец так, на его, ну чё, короче, козлятина такая, короче, тут чё, чё такое, ещё раз, короче, это самое, посмотришь на мою сестру, я тебя убью, я так, ё, это дочь вождя, выглядит как какая-то прошмановка, какая-то, я не знаю, вокзальная какая-то, ужас просто какой-то. Лохудра просто такая, с такой кипой волос, такой какой-то дикой, и опять-таки, как, даже, даже ты, если сын вождя, даже если ты сын вождя, это не даёт тебе права, вообще никакого, по тем временам, если брать порядки тех времён, не даёт тебе никакого права ударить раба твоего гостя, это вообще, это нарушение гостеприимства, просто в высшей степени, вот как бы раб что не сделал, вот в те времена раб мог просто насрать у входа в дом вождя, то есть как бы вообще просто совершить такую, не знаю, какую, и за это никто бы, не то что там ударить бы, вот из местных, даже бы его отругать бы никто не имел права, потому что это, этот вопрос уже, это, ну, как это всё, знаете, как говорится, вот вы гуляете с собакой, да, ваша собака насрала у кого-то под дверью, да, выходит хозяин этой самой двери, этой комнаты, квартиры, да, видит говно и начинает лупить вашу собаку, вот даже в наши дни, и даже вы не гость этого чувака, да, я уже молчу про то, что вы в гости к нему пришли, и собачка наделала у него там в квартире где-то на половике, да, хозяева собачку эту никто даже слова лишнего ей не скажут, и тем более не будут её бить, не будут ничего ей делать, все вопросы будут решаться с вами, с хозяином, и тогда это точно так же работало, абсолютно ничего не поменялось от этого момента, раб это был полноценной вещью, и если вещь что-то делала не так, ну, как домашнее животное, можно сказать, это как, такое, мыслящая вещь, такая, мыслящая, живущая, живая, вот, если она делала что-то не так, проблемы связаны с ней, решались с хозяином, и не ему, не Марку должны были предъявить, что ты чё, короче, там смотришь, нет, он должен был, вот, сын вождя, а тут же С-клан стоит, он там Марка лупит, короче, порылу, С-к стоит, как пофигу вообще-то, он должен к С-ке подойти и сказать, слушай, говорит, вот, мне это совсем не нравится, почему твой раб смотрит на мою сестру, вообще, какого хрена, я не хочу, чтобы он этого делал, ты, говорит, с ним это, разберись, чтобы он больше этого не делал, все, и это дальше задача хозяина, это сделать, там он может С-ку, ой, С-ка, С-ка может Марка уже избить, если он его раб, как бы, да, может его там просто поругать, может просто ему, в зависимости, как раб понимает, да, если он плохо понимает, ну, там, он его может прям побить, может его и убить, кстати говоря, и вот, значит, он, этот, опять бедный Марк, опять получит, там, трындиулей от этого сына вождя, и тут подходит С-ка, и хватает Марка за шкерман, ножик, короче, ему горло подносит, и говорит, и вождю говорит, этому сыну вождя, говорит, хочешь, я прямо сейчас его убью, вот, и вождь такой смотрит, говорит, да не надо, короче говоря, не убивай, все такое вообще, блин, что это было вообще, что вы вообще показали, эту хрень какую-то, и вот, значит, они там после этого, этого события начинается бухать, короче, все набухались, орла этого вынесли, и тут, короче говоря, этот самый, как его, С-ка видит этого орла, такой, опа, 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 ночью, значит, прокрадывается к Марку, который там где-то у параши спит, короче, вот, будет его, Марк такой, ты чё, короче, давай, короче, орла тырить, говорит, блин, а я думал, ты меня предал, да хорош, пошли, короче, орла тырить, и они, короче, пошли за орлом, за этим, ой, господи, пошли за орлом, стырили орла и начали убегать, убегали, убегали, ну, короче, все, как было в книге, вернемся к книжке, в книжке все было, конечно же, гораздо все интереснее, во-первых, не было никакого раба, прикидывания рабами, не было, что по книжке все было гораздо цивильнее, Марк притворился лекарем, что он не просто притворился, он на самом деле лечил, а получилось еще так, что у вождя, ну, был, это самое, сильно болел глазами сын, младенец еще маленький совсем ребенок, его дед пытался лечить каким-то там говном, лягушачьим, только еще хуже сделал, вообще, там, ребенок там прям совсем, глаза все запухли, все там, короче, ну, уже думали, что он слепой останется, вот, а это для вождя, тем более, это большая трагедия, что один из сыновей, и слепой, как бы, это обуза, ну, вообще, как бы, косяк, и тут, короче, им подвернулся доктор глазной, о, как хорошо-то, и, короче, Марк пришел, начал лечить этого ребенка, а дед начал, да, ни хрена у тебя не получится, вот, жабе говно, вот это вот прямо лучшее средство, вот, а это самое, Марк такой, чтобы думать, блин, дед какой-то противный такой, какой-то гнусный, но, с другой стороны, с ним ссориться нельзя, чем больше у меня тут будет хороших отношений, тем лучше, и он, короче, деду говорит, да, да, я как доктор говорю, что ты абсолютно прав, лягушечье говно, это отличнейшее лекарство, но вот оно не всегда помогает, понимаете, вот давайте я сейчас свои вот эти вот мазейки попробую, а вдруг они помогут, дед, да, ни хера, ничего не получится, я тебе точно говорю, этот ребенок будет слепым, прям по любасу, ну, говорит, что, попытка-то не пытка, давайте попробуем, ну, и начал лечить этого ребенка, и ребенок начал, короче, прозревать, то есть, начала у него вот эта опухоль, и начались распадать, он начал видеть, ну, естественно, все это, радость такая была, сразу началась, вот там, в восторге, ой, как хорошо, сын у меня теперь тоже видит, и дед такой, сначала такой злился, типа, а потом так смотрит, ну, блин, ну, а что, в принципе, ты неплохой докторишек-то помог моему внуку, и тоже так, дед тоже начал к нему, так, к этому Марку, тоже так, лояльненько, тем более Марк умел слушать, дед любил там всякие байки рассказывать, а его там никто не слушал, потому что все там, кто на охоте, кто где, слушать ему некому, ему хочется, там, рассказать о баловом, а Марку-то слушал, а Марку-то было интересно слушать, вдруг он про Орла-то что-нибудь узнает, или там про то, что с Легионом случилось, и он деда слушал, и дед его за это, как бы, можно сказать, даже так полюбил, вот, и, короче говоря, вот они уже собирались уходить, и тут что-то, говорит, у нас сейчас будет большой праздник, будет праздник копий, там мальчики будут становиться мужчинами, то есть, они будут становиться воинами, и это все, вокруг этого будет происходить, короче, такой, ну, как сказать, мероприятие, там шаманы будут, короче, со всех окрестных селений съедутся, племен съедутся там люди, там гости, пацаны там приедут все к нам, вот, у нас будет проводиться церемония, и, а эти, ой, а можно мы тоже поприсутствуем, говорит, ну, смотрите, короче, вот прямо в самой пещере, там, где вот таинство проходит, туда нельзя, а вот снаружи, там, где вот все будут, остальные зрители, да, пожалуйста, там будут танцы, потом шманцы, пир там на весь мир, и вы тоже приглашены приходить, короче, ну, эти, марксески, ну, ништяк, говорит, а что, почему бы и нет, вот, и они, короче, и вот тут вот не просто эта пьянка была глупая, а там была целая церемония, там подробно расписывается, как сначала, короче, выходили тотемы, как они там плясали, там, какие звуки там издавали, какие песни там пели, что там, какие музыкальные инструменты у них были, потом подростков туда вот этих маленьких завели, ну, детей, там что-то с ними делали, неизвестно, что в этой пещере, потом они выходят, уже такие, короче, охеревшие, такие полностью, просто перепуганные, и тут, короче, выходят отцы каждому, вручают им копье, говорит, там, все, ты теперь воин, и там дети такие, ох, ништяк, и вот после этого у них начались там всякие торжества, пляски, танцы, и тут выносят орла из этого самого, из пещеры-то, и орел-то, самое главное, он бескрылый, потому что он ободранный, весь облезлый, просто, ну, палка, и орел торчит без крыльев, без всего, без всяких вот этих штандартов, там, без, только молнии там сохранились, и орел, и Марк такой, ёпта, вот же он, вот же он где, вот, и тут в этот момент дед-то заметил, что что-то ему так все интересно, Марку, слушай, что-то нравится церемония, а дед рядом с ним сидит, там, короче, смотрит, да, блин, я вообще не ожидал, что такое, я, говорит, слышал о таких, ну, праздниках, но, говорит, вот такой, что размах такой, меня так все поразило, и дед-то начал, короче, ему там рассказывать сначала про эти праздники, про все, а потом, короче, Марку начал потихоньку выводить на прошлое, и тут-то дед начал колоться, что он, оказывается, участвовал в преследовании вот этого девятого остатков девятого легиона, и причем он видел, как оборонялся его отец, там, ну, там осталось 7 человек, 10, они орла этого до последнего защищали, говорит, мы их бьем, они, говорит, опять поднимаются, встают, говорит, со щитами закрываются, говорит, вообще, говорит, такие настырные, то есть не смогли, думали, мы легко их победим, но пришлось с ними повозиться, они, говорит, наших там перемочили, говорит, еще до хрена сколько, ну, говорит, это был прям достойный противник, я, говорит, хотел этого главного их, этого, как бы, вождя ихнего замочить, но, говорит, кто-то, говорит, уже вперед меня высунулся, его, говорит, короче, убил этого вождя, вот, и мы захватили их бога, вот этого крылатого, вот, Вот, а это самое, ну я, говорит, взял у него на память, мы ничего не стали у них забирать, все их оружие оставили при них, просто оставили их там, этих вот всех убитых, вот, и оставили при них их оружие, вот, но, говорит, я хотел взять у него, как у кабана, клык, вот такого достойно сражающегося, вот я у него забрал одну штучку и персень отцовский, короче, показывает Марку, Марк такой прям, такой посмотрел, так максимально попытался сыграть, что ему обязательны, безразличны, отдал ему, ну, говорит, мне на палец он не лезет, вождь, говорит, я поэтому вот ношу на этой веревке, не вождь, а дедушка, отец вождя, Марк такой, ну да, хорошо, хорошая история, да, все, а, говорит, орла, говорит, мы этого когда тащили назад, получилось так, что, говорит, через реку переправлялись, а там началось наводнение, ну, что-то дождь был сильный, ливень, и, говорит, нас смыло нахер весь с этим орлом, у нас, говорит, утонуло, говорит, три человека, говорит, и мы, и мы орла этого потеряли, его унесло водой, мы, говорит, начали его искать, но нашли, Но, говорит, когда нашли, он был весь ободранный, все с него послетало, вот это все знаки отличия, там прочее, вот, и крылья отвалились у него, ну, хоть что-то, крылья, говорит, мы не нашли, то, что было, говорит, притащили сюда, вот, и вот только после этого, потом, Марк с Эской разработали план, они, значит, утром, прям уже под рассвет, ну, когда еще темно, встали, короче, утренечком, вылезли из этой хижины и в эту пещеру. А там пещеру никто не охранял, потому что там не надо было ничего охранять, потому что все туда просто боялись заходить, там, типа, место такое, ну, как бы, священное, туда могут входить только жрецы, то есть боги, которые там живут, они могут, они просто убьют в наказании того, кто туда проникнет без их разрешения. И Марк с Эской туда проникли, там действительно чувствуют такая атмосфера, такая тяжелая, они взяли маленькую такую лампадку, чтобы там хоть какой-то свет был, там, шли, там, просто все так описано, вот, нашли этого орла, там, в глубине этой пещеры, начали его, это, снимать с этого, с палки, с этой, а там гвоздики еще не поддаются, там, у них, им страшно обоим, они там, прям, это, вообще-таки очкуют. А эти гвоздики еще свет начал гаснуть, они там в темноте, блин, страшно, пипец, короче, вообще, но все-таки отковыряли этого орла, вытащили его, и Эска говорит, слушай, говорит, это самое, я знаю, куда его претырить, вот тут есть неподалеку озерцо, там есть такой, прям, я уже там все разведал, пока ходил охотиться с этими, с мужиками, вот, с местными. Увел там такой, прям, овражек, тут, да, его, короче, ну, такой, овражек, такой, сход такой, как говорится, обрывчик такой, вот, подними, я этого орла под водой туда заныкаю, вот, и все, и, короче, туда сплавал, на тот бережочек, короче, пока Марка его ждал, там, в темноте орла притырил, и назад они вернулись, так же тихонько в этот, в это селение, легли так же спать, вот, и там кто-то проснулся, говорит, вы что тут шляетесь, а эти такие, да, блин, гроза, а там, как раз, гроза надвигалась, гроза надвигается, лошади начали беситься, мы пошли успокоиться, А, ну, все, ясно, вот, и все, и на следующий день они, ну, там, гроза прошла, дождь прошел, говорит, ну, все, мы уходим, вот, их там еще, говорит, ну, может, еще останетесь, да, не, не, мы пойдем, все, и, короче, это они сески-то свалили, и потом, через там, сколько-то, через день, через два, за ними, короче, началась погоня, они знали уже, что это за ними будет погоня, их догоняет вождь, сын вождя, еще там толпа, может быть, ну, сначала так грубо с ними, вы воры, мы вас убьем, такие, такие, погодите, погодите, минуточку, давайте, прежде чем предъявлять, вы сначала нас обыщите, что за предъявы нас убьете, а мы, за что, двор ласты или нашу, какой нахер на ваш орел нужно, у него даже крыльев нет, он беспонтовый, такой, ну, а кто еще мог-то, ну, как кто, у кого-то на праздник целая толпа народу привалила, и они потом, вместе с нами, половину уехали по своим племенам, вот, кто-то и стырил, такие, ну, вряд ли кто-то мог, ну, вы, вы самые такие, дальние, типа, чуже странцы, ну, короче, что базары разводить, давайте обыщите нас, ну, те начали их обыскивать, обыскиваются, но нету орла, а эти еще начали бравировать, и смотрит, вот, вождь такой стоит, смотрит такой, у него рожа, так, все так, виноватие, виноватие делать, а Марк такой начал еще подзуживать, говорит, ну, говорит, вы, ты своим козлам-то этим скажи, чтобы они не особо там, растряхивали там мои мази, я же на счет других людей лечить поеду, а вы сейчас тут все мне растопчете, этот вождь такой, да, 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 эй, вы, давайте все, что раскидали назад, все аккуратненько сложите, самое, что тут тоже так аккуратней все, и один там, что-то, когда снимал какую-то эту поклажу, дернул, у него это застежку, чуть не оторвал, короче, на этой, а Марк этого что-то не заметил, это застежка потом сыграет роль тоже, вот, и, конечно, ничего не нашли, говорит, блин, мужики, ну, извините, вождь говорит, блин, ну, как-то, ну, все, все говорило о том, что вроде как вы, ну, как, ну, говорила, говорит, вот, видите, не мы, тут, блин, слушайте, давайте вернемся вместе, а, это же стыдище, я фактически опозорил, ну, наше, наше племя, что гостей подверг таким вот обыском гнусным, таким ментовским приемом, конечно, такой же, жуть такой, это же позор, вернитесь, короче, я вас прям, мы вас отблагодарим, там, в честь вас там устроим тусню, там, пир, все такое, этот самый, Марк говорит, не, не, ребят, я, обид никаких нет, я вас прекрасно понимаю, ваше настроение, что, с чем это связано, поэтому никаких обид, нам просто, ну, реально надо идти, мы и так уже задержались у вас, нам надо еще туда, туда, туда зайти, короче, поэтому давайте-ка прощаться, ну, и, вот, такой, ну, блин, ну, ладно, давайте, извините, там, что так вот все, да, ничего, ничего, давайте, ищите, удачно вам найти вашего орлика, то, да, да, спасибо, и хочу, скакали, если такие, поехали дальше, доезжают до ближайшего селения, и эско притворился больным, такой, я больной, я больной, эти, выходит, там, папуасы, ну, да, не тратикой, варвары, это по книге все, варвары выходят эти встречать местные, они уже их знают, они мимо их селения проходили, говорит, что случилось, говорит, да, вот, говорит, у меня друг заболел, его там злые духи одолели, этики, люблю, короче, как что, кто, злые духи, да, говорит, поэтому вы к нам не подходите, дайте нам какое-то местечко в отдалении, чтобы злой дух ни на кого не перекинулся, и приносить только нам туда еду, а мы там, я буду лечить своего товарища, такие, хорошо, хорошо, и вот они там, короче, в этот момент ночью, значит, эско ушел за орлом, а Марк остался и начал изображать, там, стоны, чтобы пугать, короче, местных, а им там еду приносили, там, через какое-то время эско возвращается ночью, такой, Марк говорит, ну, что, говорит, ништяк, вот, орла, короче, притащил, вот, ну, это самое, ну, и все, они со следующего дня вместе с ним поехали дальше, и поехали дальше, едут, 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 доезжают до какого-то там, какие-то развалики, говорит, ну, тут, короче, остановимся, а потом такой, эско такой, еба сатты, а, за это, а, орла, Марк хотел орла посмотреть, разворачивает, и тут эско такой, бля, застежку посел, короче, как, где, да я, когда, когда орла заворачивал, еще у меня нервяк такой был, там, народу полно, говорит, все бегают, там, что-то это, я там, говорит, чудом, как-то проплыл, говорит, незамеченным под этот вот овражек там, Вот под этот обрывчик, говорит, залез там И мне что-то как-то, говорит, немножко-то колбасило Я, говорит, понял, что уронил застежку А когда орла-то заворачивал, забыл ее поднять, забрать И, короче, уплыл, короче, назад с этим орлом И только сейчас об ней вспомнил Говорит, блин, ну все, пипец, подстава Марка говорит, ну ничего, говорит, мало ли Может еще, говорит, не спалят там что-то Да говорит, да нет, спалят по-любасу Ну что, тогда, говорит, нам нечего разлежаться Надо бежать И вот они там ломанулись И вот там, в принципе, как бы фильм тут уже Немножко схож с... в том плане, что они так же бегут Там дождь, слякоть, они там из последних сил бегут За ними в погоне Потом пару раз там их там догнали Они первый раз отвлекли от себя Там олени их спасли Там олени, они встретили оленей Олени испугались Побежали куда-то в другую сторону И эти лошади отпустили тоже, чтобы они туда же побежали И сами спрятались там за буэрак А преследователи уже там их догоняли Они подумали, что это эти олени, это лошади бегут Что это эти беглецы И они за ними ломанулись, убежали То есть, второй раз они тоже на кого-то нарвались Тоже чудом каким-то ушли от погони Там, ну, это все надо читать Там интересно все описывается А вот момент, когда они встретили вот уже Гверна Они его чисто случайно встретили там Он корову потерял, нашел корову свою И они с ним столкнулись нос к носу в его владениях Гвер, ништяк, мы тебя нашли там Он такой, вы что? Говорит, да я уже слышал, что в орла стырили Говорит, ну и что? Говорит, что могу помочь? Говорит, ну, говорит, единственное, что Как бы, постарайся их отвлечь, короче говоря Каким-то образом от нас Ну и еды нам принесли, у нас закончилось Говорит, еду принесу, отвлечь не смогу Потому что, говорит, меня самого, говорит, тоже Говорит, того, где подпишут на ваши поиски Но, говорит, что могу вам точно предложить Это провести вас через болото Они через болото точно не полезут Вот А я вас проведу там, срежем угол Прям ништяк Проведу через самую топь Я знаю, там, тропу Говорит, он, ну, ништяк И вот он, короче, там, еды принес И повел их через тропу И вот там-то, короче, когда он их провел Там такой тоже сильный момент Он говорит, а покажите мне орла, пожалуйста Я, говорит, тоже же под ним, под его, ну, под ним служил Ну, это орла развернул Видит, что у него так, прям, Гверна Тоже такое настроение И Марк говорит, пойдем с нами, короче Бросай всех этих варваров, пойдем с нами Гверн такой подумал, говорит, нет, нет, все Говорит, это А, говорит, что я с вами пойду Меня как предатели камнями забьют Говорит, нет, и что Вот это то, что ты нам помог Орла спасти Это прям все То, что там, как бы ты там, что Все твое, твои какие-то грехи Прошлое тут же крест на них ставит Ты очищен полностью Оправдан, короче Ты будешь нормально там вознагражден Я такой подумал, подумал Не, ребят, нет Тут я, у меня уже жена любимая, короче Тут у меня уже дети растут Я тут уже прижился, как говорится Все, нет, нет Прошлое есть прошлое У меня теперь есть тут настоящие И вот они распрощались Гверн остался Ну, ушел назад А эти пошли, побежали дальше Вот, а потом Они, их опять догнали варвары И первыми выбился сын вождя Там, малолетний пацан Еще какие-то два пацана Тоже совсем молодые Прям пацанчики Они хотели выслужиться просто Выскочили вперед И настигли их там В какой-то старой крепости римской Заброшенной И эти двое И быстренько этих пацанов Пацанку все они, короче, подловили там Засаду им устроили Им побалдеет Там двоих вырубили А этого сына вождя Они просто скрутили Связали И это Заставили его крикнуть Ну, там Оставшейся погоне Там этим Они заставили их крикнуть Его, что Их здесь нет Что они убежали в другую сторону И погоня развернулась И тут, короче Умчалась А они-то начали разговаривать С этим сыном С вождем Он к ним очень хорошо относился А тут Такая ненависть У него говорит Вы украли нашего, короче, этого орла Вот А это говорит Это не ваш орел А мой Моего отца Да, дед говорил, короче Он говорит Какой-то старый дурак Я же видел, что он похож Ну, рожей похож на того Вождя вот этих вот Самых чуваков Которых мы там тогда убили Орла у которых отняли А я вот чувствовал, что это он Блин Но, блин, что-то вот Как-то, не знаю, сомневался, что ли А это вот он его стырил И говорит Когда мы за вами-то поскакали Мы вас догнали А у вас его нет Мы думали Блин, ну дед точно крышей поехал Совсем маразм Мы вообще вернулись А уж когда застежку-то нашли Поняли Блин, точно оказывается Дед был прав И дед говорит Да, вот так-то Я был прав И, короче, отдал И это самое Говорит Вот Поезжай Мне, говорит Этому внуку Говорит Поезжай На еде этого козла И постарайся его замочить Короче, говорят Гад этого Но он хоть и гад, короче Катка говорят Но он достойный Он достойный Короче, чувак Он достойный сын своего отца Его отец был Мощным воином И сын у него такой же Наглый Говорит Ну Говорит Это Смелый, Гид Отчаянный Говорит Мужик Достойный сын своего отца Вот, говорит И кольцо Говорит Мне дает Говорит Отдай ему Когда встретишь Амар Говорит Ага А если Говорит Меня бы убили Как бы ты мне его отдал Говорит Ну как Говорит Отправил бы вместе с тобой, говорит, как любимую собаку, как оружие на тот свет. Потому что это кольцо нам добра не принесло, как говорится. Нанесло, навлекло позор в связи с потерей этого вот орла. А где, говорит, кольцо? Да, говорит, на шее у меня. Ну, говорит, он схоба ему там, смотрит, правда, колечко у него там это отцовское. Он забрал его, говорит, ну, спасибо, говорит, все, ну, давайте счастливо оставаться, мы ваших лошадок возьмем. Мы потом вам их отпустим, мы нам просто на них нужны. И, говорит, они скакали. И так они на этих лошадках доскакали спокойно до Адрианова Вала, до этого самого. А там Друзил, оказывается, уже дежурит, как комендантом на Адрианову Валу. То есть, его старый дружбан по этой, по ее крепости еще, которую они охраняли. То есть, ништяк, встреча, радость, счастье. Вот. И, короче, фильм теперь. О фильме, короче говоря, эти, значит, бедные, значит, бегут, бегут, бегут Марк с Эской по каким-то болотам, лужам. И тут в этот момент Эска говорит, а уже бежать сил нет. Марк говорит, все, я больше не могу, нога, короче, отказы. Эска говорит, я, короче говоря, приведу подмогу. Какую подмогу? Там все племена объединились против вас, короче. Ты что, к римлянам побежишь, что ли, туда, через эту самую, чтобы ввести подмогу? А римляне предупредили. Элегат сказал, говорит, если что, говорит, ребят, вы извините, подмоги не будет. К вам туда никто не потащится. Этот валк в эту чертовню, говорит, рисковать ради вас. Вы, говорит, имейте в виду, спасаться будете сами. Марк говорит, да, базара нет. Полностью отдаем себе отчет. И вот тут, короче, говорит, я пойду за подмогой. Эд говорит, уходи, короче, уходи. Это самое, ты можешь спастись, а я не смогу. Вот, а Эско говорит, это самое, типа, мое дело, Орла, а Эско говорит. А, и говорит это, ты, говорит, я же твой раб, что-то такое, говорит. Как раб может уйти от господина? А Марк говорит, ты теперь больше не раб, я тебя отпускаю. То есть, понимаете, безвольный, подписанный, уважаемыми людьми, как в книге было, как правильно рабов отпускать. То есть, можно было, по сути, знаете, тогда любому рабу сказать, все, ты больше не раб, уходи. А где подтверждение-то? Вот он ушел, его там поймали, и говорит, так, ты беглый раб. А он говорит, нет, я не раб. А как ты докажешь? А мне мой господин, вот когда сказал, говорит, уходи, ты больше не раб. А, я такие, а, да, господин сказал, ну ладно, хорошо, да, ты больше не раб. Так, что ли, это было? Так могли все просто убегать, просто вот. Ой, господи. Вот, и это, значит, говорит, а тут, ну в этом фильме все по-другому разворачивается. А тут, короче, Эска говорит, да, ну, да, ну, говорит, хорошо, конечно, что это самое, но я все равно за тобой вернусь. Вот. И убежал. Ёпарус, это, то есть он все это время был рабом, вот. А это самое, а Марку показали, что как бы он разыгрывал роль раба, когда Эска сказал, что это его раб, что типа показали, чтобы Марк сам прочувствовал, каково это быть рабом, вы понимаете? То есть Марк это прочувствовать должен был. Ой, в те времена, я вас уверяю, все эти римляне древние, блин, они все прекрасно знали, что такое рабство. Потому что они сами, сами римляне, даже время от времени, сами попадали прекрасно в рабство. Сегодня ты свободный, завтра ты уже раб. Кто-то напал на вас, захватили в плен, сделали из вас рабов. Пожалуйста, вы уже рабы. Все прекрасно знали это. Это потому что был рабовладельческий строй. Извините меня, жить в рабовладельческом строе, не знать, что такое, что такое быть рабом. Это все, что жить во время феодализма и не знать, что такое быть крестьянином, я не знаю, вот. Или ремесленником, вот как-то так. Или рыцарем. Вот то же самое, что и тут. Все прекрасно это знали. Но тут вот так вот. Вот Марк должен был прочувствовать это, понимаете? И, значит, Эско убежал, Марк такой сидит, лежит, ну там что-то лежит, такой какой-то канаве, весь мокрый какой-то там, продрогший. И тут из тумана выходит отряд бомжей каких-то, просто, брошенных, мячей там с копиями, с какими-то, со счетами. И во голове идет, значит, Гверн и Эско. То есть в фильме они Гверна повстречали вот так второй раз, значит. Вот, вот, чуете различие от книги какой-то, в размах. И идет отряд там, человек, наверное, 20-30 таких вот оброшенных бичей, короче. Марк такой поднимается с трудом, говорит, это что такое? А это самое, как его, господи, Гверн говорит, 9-й Легион в твоем распоряжении. А Эско так пафосно говорит, я привел Легион твоего отца. Легион. И там команда такая, Легион, стройся. Там почему-то все время самое интересное, когда вот эта полуцентурия марковская выходила на помощь этой самой Дозору, да, когда они черепахой строились, выходили из крепости. Там все команды тоже. Легион там, шага, марш, Легион туда, Легион. Какой Легион, ребята? То, что это легионеры, это не значит, что надо командовать Легион. Ну, понимаете, Легион в нашем современном отношении, ну, это полк примерно. То есть, это все, что у тебя рота, например, причем-то даже не рота, у тебя тут, ну, как ее, когорта, это примерно рота, тоже ориентировочно. А у Марка даже вот в этом, как раз в этом моменте была даже полуцентурия, то есть, фактически, ну, взвод. То есть, он взводом командует, полк, полк направо, полк налево, господи, и тут 15 бомжей, короче говоря, Легион, стройся, Легион, шага, марш, Легион, чтобы было слово, ух, вот это, а то, что Легион, это всего лишь навсего полк, это как бы уже другой момент. Короче, резко где-то, успел пробежать где-то за день, шель, за сутки по всем окрестным этим бомжатникам, собрать всех уцелевших этих выживших римлян из 12 лет там проживших, 12 лет уже, с момента пропажи этого, значит, 9-го Легиона. Собрал бичей этих всех, короче, на совесть им надавил, чтобы они все пришли помогать Марку. Вот, и тут их окружили эти папуасы, догнали их, короче, говорят, начинается, а, и сначала показывают, выводят какого-то пацанка, пацанка, какой-то маленький, маленького пацанчика, этот вождь главный, обмазанный говном, и такой горло ему так перерезает, вот. Кто это что-то за пацанчик, я вообще так и не понял из фильма, может, плохо смотрел, конечно, но Эск такой смотри, прям, такой, закусив кулак. Но я просто, вы с ними все равно собираетесь драться. Это, вот, ладно бы вы там в крепости, вот вы стояли, когда, это еще было обосновано, когда показывали, как там римлянам бошки рубят, этим пойманному дозору, да, варвары, а эти смотрят с крепостной стены, вот это еще разумно было показано, потому что, вот, там, там неразумно было показано, что они выходят зачем-то потом из крепости, хотя они дали убить врагам своих, короче, соплеменников, да, своих сослуживцев, а потом зачем-то уже вышли, что, зачем, трупы их забрать, что ли, вот, зачем они потом вышли-то рисковать жопами, вместо того, чтобы стоять спокойно, ждать подкрепление в крепости. В крепости-то лучше обороняться, правильно? Вот, там нелогично был выход, а логично было то, что они действительно стояли и смотрели на то, как этим бошки рубят, чтобы сами, самим не выходить, то, что это самоубийство получается, да, фактически, ну, риск бессмысленный ради тех, кто уже обречены. А тут они стоят вот в 10 метрах друг напротив друга, тут пацану какому-то собираются горло перерезать, за этот момент можно было на них наброситься на всех и не дать этого пацана убить, блин, можно там стрелу выпустить, короче, кинуться, там, не знаю, с копьями, ну, просто кинуться на них, короче, они, они, ну, когда этого пацана убили, они после этого все накинулись в атаку, все равно, и началась вот это месиво, половину бомжей этих перебили, но все равно бомжи победили, короче, этих папуасов, и Марк приносит, с эско и приносит орла к легату, а легат там как, как, и легат сидит, и этот самый, вместе с ним опять сидит, этот самый, господи, трибун плацит, который, по идее, уже в Риме должен быть давно, и этот орлат притащил, и говорит, я принес орла своего отца, легиона своего отца, тот, ой, какой ты молодец, все, все, девятый легион будет возрожден, а ты, скорее всего, будешь его, и будешь им командовать, но тут Марк такой рожу скривил и говорит, а, и, говорит, молодец, конечно, тот сказал, говорит, а, и вообще, конечно, и твой раб тоже молодец-то, смотри, как оказался раб, а все-таки это самое, помог тебе справиться, и тут Марк такой рожу скривил, вот на говно посмотрел, такой, он больше не раб, и так развернулся, и в эти всех морды вытянулся, развернулся и ушел. Ой, господи, и конец фильма, короче, как было в книге, в книге, значит, они привезли орла туда, значит, и получилось так, что как раз-таки в этот момент уже как бы передал, передали, что Марк возвращается, потому что уже на Адрианом Валут его встретили, и этот Клавдий, Иеронимия, он приехал быстренько к дяде Аквили, и они уже вместе, вдвоем ждали этого самого Марка и Эску, возвращение их ждали, короче говоря, с Орлом, они приехали, вот, там была радостная очень встреча, вот, и тоже такие моменты были, когда начали они подниматься по лестнице, дядь, ну, конечно, там покушали, все такое, там был праздничный у них ужин, ну, а теперь идем наверх, в башню ко мне в кабинет, дядюшка, дядюшка говорит, и там вы все расскажете, ну, как там, как было, и что, что это самое, и они по этой лестнице-то в башню поднимаются, а Эска не стал, и Марк говорит, а ты что, говорит, а он говорит, не, я, ты знаешь, где нам не пойду, почему, ну, я же был рабом тут все-таки, а там в кабинет твоего дяди, это вообще как бы священное место, мне туда как бы, наверное, нельзя, Марк такой, да ты что, охренел, что ли, говорит, да ты уж какой раб-то, все, ты уже это самое, ты вольный человек, он такой, ну, да, вольный, но все-таки как-то мне не очень, как бы, это, и тут Марк говорит, а ты знаешь, говорит, не очень тебе вот это вот, да, а вот, а, он говорит, все-таки, как, 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 это Эска говорит, как хочешь не хочешь, но рабство, вот это вот, печать, рабство не вытравить из души, как говорится, вот, а Марк говорит, да, говорит, печать рабства не вытравить из души, говорит. А мою вот эту рану, которой я получил, из которой я вообще не могу не служить ничего, и какой-то полностью вот этот вот на шее у дядьки сижу, как инвалид, да. Вот я могу это вытравить? Не могу. Вот для меня вот это такой же геморрой, как для тебя бывшее рабство, понимаешь? Но я как-то это пытаюсь пережить, и ты должен это как-то пережить. Поэтому давай как бы с этим завязывай. Резко такой подумал, репка почесал, говорит, блин, а ты прав, пошли наверх, короче. И вот они там поднялись, и вдвоем начали рассказывать на перебой, что они там о своих приключениях, орла показали. Ну и Марк-то спрашивает у легата, говорит, что дальше будет с легионом? А легат говорит, ну конечно, я об этом сенату доложу, обо всем, но ты знаешь, говорит, утешить ничем не могу, говорит. Легион навлек на себя позор, и он не может быть воссоздан. То есть все. И вот девятого легиона больше не будет. Дядька говорит, а как же там мой брат, он сражался до последнего, как герой, говорит, ну да, это достоинства, как бы, твоего брата никто не оспаривает. То, что Марк восстановил честь своего отца полностью, это факт. Это будет признано сенатом и всеми, короче говоря. Но всего 10 человек, которые остались верными своему орлу, они не смогут восстановить легион. Поэтому легион все, не может быть установлен. А те, которые были, ему принадлежали и были переданы временно в другие легионы, они 12 лет уже там служат, они уже привыкли к новым легионам. Им не нужен вот этот, возвращаться в этот. Поэтому все. Говорит, ну а что делать с орлом тогда? А орла торжественно похороним. А где? Да, я предлагаю прямо в этом городе. Тут такое место, ни один легион тут не стоит, как говорится. И это как бы будет такое место силы, которое будет вот охранять вот этот вот центральный развязочный узел, как говорится, вот этот. И у дядьки там был тайник в доме, они этого орла туда, значит, с почестями похоронили. И это тоже неспроста, потому что при раскопках в Британии по-настоящему был найден орел, неизвестно тот, не тот, как говорится, какой-то вот был найден, без крыльев, то есть крылья отломаны. И вот как раз это вот вдохновило писательницу написать вот эту вот историю, придумать. Очень, кстати, неплохо, я считаю, придумал. Вот. И короче, коля, вот они этого орла похоронили, и все. Каким он, какой воз... В фильме все с точностью наоборот. Мы, говорит, возродим девятый легион, когда он не был возрожден. Книга, вот он в этом плане, она соответствует истории. В истории тоже легион как пропал, все, о нем больше никто с той поры не знает, и никто нового девятого легиона не было после этого. Вот. А Марк, как он мог стать, как он смог бы возглавлять легион, если он не строевой, он не может служить, все, он калека. И тут он, короче, блин, да, ты будешь служить в фильме, все, конечно, и тут. И, значит, это самое. А самое-то главное, это еще дальше пошел ход, когда потом из Коти вернулась, а Коти не было, они ее увозили куда-то там, какой-то курорт, короче, она там бесилась, не хотела ехать, но все-таки ее заставили, она там потом, это, когда вернулась уже весной, вот у них была встреча с Марком, вот, они тут поняли уже, что между ними уже, уже более какие-то такие крепкие чувства возникли, вот. И это самое, Марк начал думать, куда же не податься, чем же мне дальше заниматься, может в секретаре пойти, а дядька такой, какой себе секретарь, сиди, что тебе плохо, что ли? У меня есть средства, чтобы тебя содержать, как бы я не бедствую, что ты, говорит, дергаешься, сиди, вот. А Марк говорит, ну как же, ну блин, я как обуза. И тут в этот момент приходит письмо от Легата, этого Клавдия, из Рима, ну как, из Рима. Он там написал, я, короче, с Сенатом поговорил, все ништяк, ну, говорит, как, да, насчет Легиона, как я и предполагал, ничего утешительного сказать не могу, его было, как бы, повелел Сенат, забыть о нем, все, не было такого, вот. А вот тебя, Марк, отметить, короче, во-первых, тебе отметь, как выслужившего, то есть тебе полную пенсию платить, и дать, это самое, на выбор землю в Британии, но, говорит, знаешь, что ты любишь, ну, как бы, сказкуешь по Этрурии, там, где ты родился, там, по своей родине, я, говорит, тут с одним корешем, сенатским поговорил, он говорит, ну, ты знаешь, можно там что-то подшаманить, и заменить землю в Британии, на землю в Этрурии, так что, если есть желание, можно устроить, так что ты подумай, если хочешь, можно там, вот. А это, коти, такая, ты что ты, если ты уедешь, короче, ты заберешь в этого волчка, заберешь фреску с собой, да, а меня, что, не заберешь, что ли, Марк такой, да заберу я тебя, заберу, а ты сама-то в Рим, хочешь, ты же Рим-то не любишь, ты что, хочешь туда, да хочу, блин, не хоть куда, хоть в жопу, короче, лишь бы вместе с тобой, то есть там у нее все уже, любовь там, морковь, полностью готова уже куда угодно за ним бежать, вот, и Марк такой, блин, и что делать, и что делать, и что делать, надо подумать, тут дядюшка вышел тоже такой, и он такой, Марк такой подумал, говорит, блин, ты это ну нахрена, все, что вот эти мечты, не мечты, тут, вот тут мне хорошо, в Британии, там тем более, вот есть хорошая земелька, там можно винограднички забабахать, пчелок развести, там посеять что-нибудь, построить домишки, вот там будем жить, поживать, добра наживать, короче говоря, остаюсь здесь, короче говоря, вот, ну дядька такой говорит, ну, нормальная идея, говорит, ну а если что, говорит, это самое, будет хреново, приходи ко мне, говорит, нет, я к тебе не пойду, короче говоря, и так у тебя уже на шее столько сидел, ну молодец, короче, все, это значит, ты свалишь и больше ко мне не придешь, что-то такое, короче, да, да, приду, да, что ты, блин, ты же там мой любимый дядюшка, все такое, ну короче, у них там такая, это, это, то есть, такое хорошее, доброе завершение, то есть, они решили, это самое, остаться вот так вот, там Марк остался жить в Британии, а Эски дали, не просто это самое, он еще вольный-то был, а ему еще этот подсуетился, как его легат, который в фильме говорил, фу, раб, и то даже, это самое там, а в этом все уже, он уже не раб, уже к нему, там, во-первых, легат, когда Эску-то встретил, Эска говорит, о, это вы, говорит, я же вас знаю, вы подписали мне вольную, вот это самое, легату говорит, а легат говорит, да, подписывал, говорит, ну ты знаешь, говорит, что я тебе могу сказать, я, говорит, запоминаю людей не по документам, говорит, а по их поступкам, говорит, и так, сказал это, так, это самое, с таким намеком, добрым, таким, что что-то он Эску тоже как-то отметил, там ни слова не было, ты бывший раб, ты говно, там, вот как в фильме, да, нет, там уже к нему совсем другое отношение было, и когда в письме-то это самое, этот прислал, легат, марку, тут это все, все, ты теперь ветеран, как бы, пенсионер заслуженный, короче, говорит, со всеми почестями, привилегиями, а вот Эска теперь гражданин Рима, вот, Эска такой, что это значит, марка такой, ну я тебе потом объясню, короче говоря, он говорит, это ништяк, я тебе могу точно сказать, что это ништяк, то есть это, ну вот, как деревянный меч, ты был гладиатором? был, ну вот деревянный меч, когда ты получаешь, то есть тебя отпускают с деревянным мечом, что это значит, знаешь, да, ну вот это то же самое, короче, блин, да, ништяк такой, прикольно, вот, но ты, эска, ты куда пойдешь теперь, ты же все, во-первых, ты вольный, во-вторых, ты гражданин Рима, да никуда я не пойду, а Эска такой хитрый, короче, да никуда я не пойду, я, мне понравилось быть твоим оруженосцем, говорит, я и буду твоим оруженосцем, вот, а ты будешь меня кормить, вот, поить, я буду тебя жить, короче, при тебе, и мне не надо ни о чем париться, ну если захочу где-нибудь подзаработать, вот, продам там, что-то набью, короче, подзаработаю, малеха, вот, и будет мне ништяк, такой, ах ты, хитрец, ну, говорит, я тоже рад, говорит, что так, что так все будет, говорит, с тобой не хочется расставаться, тоже, ну, как братья уже фактически, вот, и все, вот у них так и закончилось, то есть Марк обрел друзей троих, то есть обрел жену фактически, такую прям верную, преданную, обрел брата настоящего прямо, и обрел верного друга четвероногого, такого, тоже, вот, которые его, с ним остались до конца, ну, и дядюшка еще, который тоже его опекает, во всяком случае, и вообще, вот во всем фильме, он, Марк, короче, только друзьями обрастал, ну, это самое, даже самые плохие персонажи, которые там встречались, они все равно там показаны, какие-то положительных черт, как-то проявляли себя, то есть, это самое, и вообще не с Марком, все рано или поздно, как-то, к нему лояльно становились, даже негативные персонажи, даже враги его уважали, то есть, как-то так, и вот именно вот это показано, не просто голая, вот эта тупая дикость, когда там просто люди убивают, друг друга для того, чтобы убивать, там, во-первых, все обосновано, а во-вторых, там именно человеческие отношения везде показаны, вот это классно, в книге конкретно, чего нет в фильме, в фильме какие-то вообще квазимоды показаны, всем какие-то обиженные рожи, все друг друга ненавидят, какие-то все, немотивированные поступки у всех, что-то вот просто по желанию левой пятки, вот, поэтому, ребята, читайте книгу и слушайте книгу, и забудьте про этот дебильный, дурацкий фильм, вот, вот так, вот такой мой совет, все, спасибо всем за внимание, до свидания.